Привет, друзья! Вы на канале Форескаут и сегодня будет видео про мой городской EDC кошелек сплав Вали или Вали. Это не призыв к тому, чтобы свалили, это название модели. Кошелек у меня более трех лет, могу поделиться своим опытом. Но перед тем, как мы начнем, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк под этим видео и мы погнали! Итак, друзья, давайте начнем с его характеристик, которые заявляет производитель. А именно, размеры кошелька 8х12,5х2,5 см. Это высота, ширина, толщина соответственно. Ткань это полиэстер плотностью 600 ден. Молния, которая есть в этом кошельке UKK, вес 60 грамм. Ну а теперь более подробно. Кошелек идет в трех расцветках. Черная олива и койот. Я взял оливу в свое время, потому что олива мой любимый цвет. Олива здесь, конечно, такого оттенка на любителя. Хотелось бы, наверное, немножко потемнее. Но вполне себе нормальный оливковый цвет. Сейчас бы я, скорее всего, рассмотрел бы черный цвет. Хочется отметить, что прошит кошелек вполне себе качественно. Каких-то визуальных проблем, которые могут броситься в глаза, здесь нет. Я имею ввиду кривую строчку, либо что-то такое. Кошелек закрывается на белкро. В чем хочу сказать, что белкро здесь очень хорошего качества. За три года, сколько я его раскрывал, закрывал. Обратите внимание, она работает прекрасно. И чтобы ее открыть, мне приходится прилагать усилия. Молния, как я и сказал, здесь UKK, вот здесь значок, логотип, все указано. Молния открывается, закрывается без проблем, без нареканий. Мелочь в этот карман помещается. Вот сейчас здесь набита мелочь, вот такая. И кошелеку ничего не мешает закрываться. Но он не топырщится. В принципе, вот это отделение под мелочь продумано неплохо. Также здесь есть потайной кармашек под этим отделением, куда можно положить, допустим, заначку, бумажку, записочку какую-нибудь, либо пластырь. И также такой же потайной кармашек есть посередине в отделении под карточки. То есть вот здесь вот отделение под карточки, вот они сюда влезают. Первое отделение с сеткой, остальные тканевые. Сюда можно положить какую-нибудь фотографию, либо что-то, какую-нибудь записульку. Она просвечивает, все видно. Карточки не выпадают, когда кошелек перевернут. Это вообще большой плюс. Вот они просто не выпадают. И за три года эти места не ослабели. То есть я вообще этим доволен. И как я уже сказал, под отделением с карточками есть также кармашек потайной. Пара спиртовых салфеток не помешает. Также отделение на сетке справа. Сюда можно положить какой-нибудь пропуск водительского удостоверения. Я вот нашел свой студенческий старый, когда еще был молодой, зеленый. Вот если его сюда положить, фотография видна, информация видна. То есть можно сюда водительское удостоверение, пенсионный, проездной положить. Все прекрасно помещается. Отсюда уж точно никуда не выпадет. Вот это вообще. Здесь, чтобы это вытащить, нужно прям приложить усилия. Просто так не извлечь. Вот этот вот как карабин. Не знаю, подошел, подключи, наверное, под какую-нибудь ерунду. По мне это лишняя штука. Во-первых, я ей не пользуюсь. Во-вторых, она немножко мешает, когда вынимаешь карты, обратно засовываешь, и приходится оттопыривать. Ну вот, чтобы засунуть, ее нужно откинуть. И она, конечно, вот в этих местах у меня рвалась. Я ее зажигалкой поджигал. То есть вообще вот эта вот штука на стропе, она вот пластиковая, ненадежная. Если здесь что-то бы я носил, я думаю, это уже бы оторвалось. То есть вот эта вот штука, вот это кольцо, доверие не вызывает. Видно, как оно здесь пушится и рвется. Это минус. Отделение под купюры. Основное отделение. И отделение на молнии. Покажу вам сейчас фокус. Берем 100 рублей. Кладем в кошелек. Легким движением руки. Денег нет. Они пропали. Трах, трах, тебе дах. Легким движением руки. Они появились. Вот такие фокусы, друзья. Кто-то крупное, там 5000 какие-нибудь. Да, вот можно положить. Будет в отделение на молнию закрыть. Либо какие-нибудь важные записочки, чтобы не потерять. А уже в основное отделение можно положить. Купюры поменьше. Все прекрасно влезает с запасом. Единственное, если положить какую-нибудь серьезную котлету, кошелек не закроется. Вот так вот он и останется топорщицей. До велкара не достанет. Ну, а если носить суммы несерьезные, то все прекрасно будет закрываться. Попадал с этим кошельком под дождь. Хочу отметить, что здесь у стенок хорошая такая плотность. Не знаю, что сюда. Добавили. Картон, не картон там какой-то. Ну, что-то плотное такое вот ощущается. И внутренности не промокают. Это плюс. Ношу этот кошелек в основном в кармане джинс. Либо в рюкзаке, либо в поясной сумке. И попрошу заметить, он у меня особо не засалился. В хорошем состоянии. Ну, конечно, какие-то вот выступы здесь стали видны от эксплуатации. Такая не помялась. Но, в общем и целом, как кошелек выглядит до 3 года, я доволен. Допускаю, что если бы я носил его только в джинсах, в карманах джинс, он бы у меня подсалился по краям. Окантовка здесь, как я и сказал, прошита очень качественно. По всему периметру. Обратите внимание. Вообще, этот кошелек такой немножко тактический. Не бросайтесь камнями, но что-то в нем тактикульное есть. За свои деньги, которые сейчас за него просят, не знаю, дорого это или нет, но в свое время, когда я его покупал 3 года назад, он стоил ощутимо дешевле. Приятная стоимость была. Это была такая спонтанная покупка, потому что я тогда покупал что-то в магазине другое. И вы знаете, покупка я доволен. Хотел именно с Велкра кошелек, потому что вот эти вот бумажники, которые просто так хлопочатся, ничем не фиксируются, мне не нравится. Вот такой вот кошелек, друзья. Могу его смело рекомендовать после 3 лет эксплуатации. Никаких замечаний, кроме как вот этого кольца, у меня нет. Кошелек супер. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот таких кошельков, немножко тактического типа. Как на мой взгляд, это удобно, практично? Или вы предпочитаете все-таки кожаные портмоне? Пишите, будет интересно почитать в комментариях. А также не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал. Вы были на канале Forrest Scout. Всем удачи, всем пока!